Семья Ильясовых несколько лет стоит на профилактическом учете. Раньше мать троих детей вела аморальный образ жизни. Злоупотребляла алкоголем и дома санитарно-гигиенические условия не соответствовали требованиям. Поняв, что так жить нельзя, вовремя остановилась. Наладится. Главное, чтобы о детях думать. Стараемся уже в город возить. Свой прежний образ жизни Элина Валерьевна не считает достойной многодетной матери. Она исправилась, пристальное внимание уделила воспитанию своих детей, а также благоприятным условиям их проживания. Сделала ремонт в квартире, поставили окна, приобрели диван. Это хоть и небольшая работа, но уже проделана. В связи с тем, что эта семья выявилась вовремя, мы ее взяли на профилактический учет. И мы решили ее не только как социально опасную, но и как трудную жизнь в ситуации поставили на учет. Мы материально старались как помочь. Во-первых, ей помогал сельсовет. Сельсовет помог ей привести дом в соответствие. Хоть немножко краски выделила. Она действительно где-то побелила, где-то покрасила. Когда что-то внутреннее, вообще, как говорится, обстановка вокруг меняется, у этой семьи, в общем-то, и в голове что-то перевернулось. Мы начали помогать и вещами, продуктами питания, констоварами. В общем-то, и вообще она перестала пить. Вот это самое главное. До конца, наверное, этого года эта семья у нас будет стоять пока под наблюдением. А потом будет рассматриваться вопрос, ее снимать уже как социально опасную. Но у нас, как трудная жизнь в ситуации, может быть, оставим, раз ребенок инвалид, мама троих детей. В общем-то, я думаю, что район не откажет на этом учете, чтобы семья осталась. Вот так видно, когда видишь вот такие положительные изменения, результаты, хочется этой семье помогать. Действительно, будем все делать для того, чтобы дети сохранились в кровной семье. В составе комиссии работники образовательных учреждений, сотрудники полиции, группы и комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и представители пожарно-спасательной части, а также специалисты Центра занятости населения, Республиканского Центра социальной поддержки населения и Республиканского Центра социальной помощи семье и детям. В рамках выезда они посетили еще одну семью, проживающую в Раздоле. В квартире живет шесть детей, здесь чисто, но вот пожарная безопасность оставляет желать лучшего. Не сниму, не снимайте пожар, придет, завтра поставим. В раздольевском сельском поселении на учете стоят три семьи как социально опасные, также две семьи как семьи трудной жизненной ситуации. Еженедельно ведутся работы, проверки, проверки ведутся со школы, ФАП. Дети привлекаются к спортивным мероприятиям, также танцевальным. На учет, с учета хотели снять одну семью, пока как бы оставили до конца года на рассмотрение. Но будем следить за этой семьей. Межведомственный совет выполняет объемную работу по выводам неблагополучных семей из трудной жизненной ситуации. Совет оказал содействие в ликвидации задолженности за жилищно-коммунальные услуги 24 семьям. 15 родителей триду устроили, 10 детей определили дошкольное учреждение. Еще 13 родителей пролечились от алкогольной зависимости. Свыше 450 семей получили помощь в виде продуктов питания, одежды, канцелярских и хозяйственных товаров, а также консультации специалистов учреждений профилактики. В этом году комиссия выездные совещания ведет с начала марта. Постановлением администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башхатстан 28 февраля 2017 года за номером 243 утвержден очередной график проведения выездных заседаний Межведомственного совета по взаимодействию государственных и негосударственных структур по вопросам раннего выявления и профилактики социального неблагополучия семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по осуществлению контроля за проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, а также семей, находящихся в социально опасном положении на территории муниципального района Краснокамский район. Выездные заседания мы начали проводить со 2 марта текущего года. На сегодняшний день данная работа проведена в 11 сельских поселениях. Данная работа поставлена под контроль главы администрации и выездные совещания с рейдами по неблагополучным семям будут продолжаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!